ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Юлия Селявина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Юлия. Здравствуйте, Сергей Доренко. Зима уже наступила, пишет Димон. Всегда скоро Новый год, Димон. Всегда скоро Новый год. Согласен с вами. На Новой Риге в пробке 5 километров от Кубкада при движении в столицу. На левой обочине стоят и взят сотрудники тех, кто съезжает на обочину и вот гоняет на месте, где положено быть, там, газону. А, вот. Новая Рига от Бипи до МКАД мертвая, пишет ректор. Ректор, я сегодня смотрел, там в 6 утра уже притормаживали серьезно. Притормаживали там, смотрите, значит, совсем уже около МКАДа, ректор, там три полосы остается. Так вот, крайнюю левую асфальтируют, а сегодня асфальтируют среднюю. То есть, смотрите, вы бы, значит, есть всего две полосы для движения на Новой Риге около МКАДа. И почему-то в правую полосу там прижат грузовик, я думаю, для удобства рабочих, какой-то грузовик, ну, может быть, что-то привез. Вот, значит, и там, поэтому там жуть, я сегодня хотел предупредить, ребят, если какая-то малейшая возможность есть, хотя бы на Красногорской развязке на этой, уйти, утечь куда-то, вверх, вниз, неважно, уходите, потому что там асфальтируют кранты. На Нагатинской набережной Алкоконтроль. Алкоконтроль. Ну вот, плюс 7 925 101 107 0. Пишите нам, плюс 7 925 101 107 0. Мы говорим о милиции, поговорим, знаете, почему? Потому что первые четыре главы, вышли первые четыре главы, опубликованные из законопроекта о милиции. Вот, они представили, сама милиция представила. По замыслу авторов законопроекта усилия милиции будут сосредоточены на защите жизни, здоровья, прав и свободы граждан. Ну, там еще тоже. И преступностью заодно они будут заниматься тоже. Но главное, вот они будут сосредоточиться, сконцентрировать свои усилия на защите жизни, здоровья, прав и свобод граждан. Вот. Я не... С одной стороны, я расположен шутить. С другой стороны, мне хотелось бы этот вопрос проанализировать. Не шутя. Потому что, послушайте, сами же люди, которые пишут это, они же не собираются быть смешными. Вот цели у них не было. У них же не было цели позабавиться. Нет. Они писали серьезно. Они писали серьезно. Я хочу уточнить. Вот из милиционеров кто-то читал этот законопроект? Скажите, потому что мы можем какие-то, понимаете, мы можем по верхам, верхоглядством, таким журналистским пробежаться там. Да что, да ладно. Вот. Что вы нашли, товарищ милиционер? Товарищи сотрудники, что вы нашли в этом законопроекте нового, принципиально нового? Я думаю, что авторы законопроекта не собирались шутить. Они не собирались позабавиться. 7-8-8-107-0, наш телефон в студии. 7-8-8-107-0. Сотрудники милиции, пожалуйста, именно сотрудники милиции. Я вас по голосу опознаю, ей-богу. Алла, здравствуйте. Здравствуйте. Вы сотрудник? Ну, я бывший сотрудник. Вы прочитали, просмотрели? Да, Сергей, вы меня извините, но это генераты его, по-моему, придумали. Да ладно, они же покажут его потом и в Думу понесут, и президенту будут показывать. Так нельзя, нет? А? Да, ну как нельзя? Ну, дегенераты... Ну, а что именно вам не нравится? Какие извинения могут быть? Ну, какие? Ну, вот они написали новые вещи. Например, что они будут применять оружие не летальное, а уж только потом летальное. Например. То есть травматическое сначала. Раньше было 4 основных принципа деятельности милиции, теперь 7. А теперь 7. У меня извините, это все. Ну, ладно, ну что вы. Давайте попытаемся наделить смыслом этот документ. Ну, давайте попытаемся этот документ наделить смыслом. Как-то нечеловеческим усилием каким-то. А вдруг он правда там есть? Алло, здравствуйте. Да, прошу вас. Да, здравствуйте. Да, здравствуйте. Как вас зовут? Вы знаете, меня зовут Дмитрий. Что касаемо законопроекта, я вам хочу сказать, ну, как бы, мое мнение. Да. А основополагающим, как бы, таким новым в нем является то, что вот заставить сотрудников милиции, совершивших противоправное задержание, да? Да. Или людей, которых неправильно задерживали, извиняться, там, приносить публичные заявления, опровергать средства СМИ. Вот это вот очень важный момент, по-моему. Это очень важно. Дмитрий, позвольте мне сказать вам, что также, если меня, например, заставить извиняться публично за каждый мой промах, это заставит меня упорствовать в промахе тоже. Понимаете, да? Да, да. Не, ну, вы знаете, как бы, вот мое мнение такое, то, что вот вчера очень много обсуждалось посредством СМИ, особенно по телевизору, да, по поводу законопроекта. Да. Там, применение оружия травматического, там, это все, знаете, как бы, я не считаю основным. Я считаю то, что самое главное, что все-таки начнут... Извиняюсь. Понял, понял, понял. Это нужно обучать сотрудников милиции, начиная с рядового состава, и заставлять ежегодно сдавать экзамены по нормам права, в том числе и международного, которые являются приоритетными, да, для нас. Да. Потому что мы все-таки... Это может быть очень важным, согласен. Спасибо вам огромное, Дмитрий. Я думаю, это может быть очень важным. Потому что, действительно, если им будут мозги песочить, прочищать постоянно рассказами не о том, как, там, я не знаю, кто-то лихой ограбил какую-нибудь там фуру с чем-нибудь, а им будут прочищать мозги европейским правом, понимаете, то есть они создадут некую среду, атмосферу, в которой они будут чаще слышать о европейском праве, чем об успешных ограблениях, проведенных своими собратьями. То это правда хорошо. Это правда хорошо. Это будет потихонечку вытеснять, понимаете, создавать, замещать прежнюю полукриминальную среду. Я думаю, это действительно важно. Ну, кстати, о европейском праве. Тут еще пометка и ссылка на Европейский кодекс полицейской этики делают разработчики этого законопроекта. Так вот, будет введен реестр на каждого задержанного и содержащегося в изоляторе временного содержания. И туда будут заноситься все сведения о его задержании и принятых мерах. Хорошо. Слушайте, Алтуфьевка от МКАДа в центре стоит намертво. Что случилось, спрашивает Михаил на БМВ. И еще, еще, еще. А еще они после смерти должны попадать в рай, пишет Сергей Занецов. Полные скепсисы. Сергей, попробуем, попробуем, попробуем считать это шагом вперед. Давайте. Вы же знаете, есть математические допущения. Вот давайте допустим, что этот документ шаг вперед. Допустим. И после этого допущения критическим сознанием попытаемся все это оценить. Верно? Вот так. Давайте попробуем. Хорошо, через минуту. Погнали. Десять часов. Девять часов, простите. Одиннадцать минут. Погнали. Подъем. Подъем. Мы продолжаем. Мы говорим о законе милиции. Первые четыре главы. Будет всего семь теперь обязанностей у милиции. Ну, это магистраль. Это некие векторы, да? По которым они будут действовать. Вот, слушайте. Четыре главы. Они будут уважать права и свободы человека и гражданина. Они будут служить законности, беспристрастно выполнять задачи и обязанности. Они сделаются публичными и открытыми. Они станут обеспечивать общественное доверие. Как обеспечивать? Не знаю. Это мы должны им обеспечивать. Это один из принципов. То есть они будут искать. Они будут воздыхать об обеспечении общественного доверия. Они сделаются нашими воздыхателями, а мы в обмен. И они будут ждать поддержки населения. Взаимодействие они будут изыскивать, пробовать, пытаться, взаимодействовать и сотрудничать с госорганами. О, как у них пойдет дело на лад. Институтами гражданского общества. И с гражданами даже. Они станут использовать достижения науки, современных технологий, информационных систем. Видите, какой реверанс в сторону президента. Инновации. Нет, нет, нет. Информационные системы. Они вдруг. В какой-то момент. Я думаю, это они будут заходить в соседнюю булочную и оплачивать что-нибудь через терминал, например. Ну, правда же? В случае нарушения прав человека сотрудники милиции должны будут принести извинения по месту нахождения, по месту работы, учебы гражданина, принять меры по опровержению информации, порочащей честь и достоинство гражданина. Отметил генерал Булавин, представлявший документ. Смотрите, значит, я хотел сказать, что Дмитрию, вдогонку Дмитрий, позвонил Дмитрию и сказал, что хорошо, что хоть они будут извиняться. Дмитрий, вы знаете, для того, чтобы не извиняться, я иногда упорствую в совершенные ошибки. Я таков. Я думаю, милиционер таков. Любой человек таков. Понимаете, да? Смотря какой милиционер, если он... Если он умный. Нет, я-то вот не умный, и мне хорошо. Мне хорошо. Не умному мне хорошо. Вы главный редактор. Нет, сейчас не главный никакой редактор. Послушайте, я налажал чего-нибудь. Вот для того, чтобы не извиняться, я иногда упорствую. Упорствую. Потому что я доказываю, нет, и все. Вот так. А когда милиция будет упорствовать, они кого-нибудь посадят в результате, чтобы не извиняться. Я серьезно говорю. Это опасно. Если вы хотите, чтобы они потеряли лицо, они лучше вас застрелят или посадят. Правда. Подумайте об этом. Это очень серьезно. Вот еще. Главное, но очень важно, что когда они будут вас сажать в КПЗ, значит, сейчас, еще, еще, сейчас, они должны будут заполнять какую-то европейскую форму. Вот это важно. Вот это действительно важно. Где-то вы мне показывали, Юля, а? Где-то было такое. Что именно? А, в СИЗО, да? В СИЗО, в СИЗО, да. В СИЗО или в КПЗ? Я в КПЗ, извините, это из Галича, где была фраза. Помните, мент приедет на КОЗЕ, зафуячит в КПЗ. Ну, изолятор временного содержания. А, это что? Это КПЗ? Да. Ну, наверное, я не знаю. Короче, когда они будут вас сажать, куда бы то ни было, они вынуждены будут с омерзением заполнить какую-то европейскую форму. Там, ну, не знаю, вес, рост, давление, не знаю, может быть, окружность головы, чтобы потом она не раздулась. Все сведения о задержании, помещении в ИФС и принятых мерах. Вот, это новшество. Вот это полезное новшество. Потому что они подумают, что если тебя скотину избить и так далее, и так далее, сейчас тебя обычно для этого везут в обезьянник. Там тихо, все свои, как-то приятно, да? А так, когда поскольку и поскольку надо будет заполнять какую-то европейскую форму, то это станет сделаться хлопотным, и тебя, чтобы избить, будут вывозить куда-нибудь в камыши местные, уже минуя КПЗ. Понимаете? Потому что в камышах, когда тебя бьют, или близ железной дороги, или близ реки, во всяких тихих, или где-нибудь за гаражами, когда тебя бьют, никакой европейской формы совершенно не надо заполнять. В этом изысканно... Можно уйти, короче, улизнуть. Есть лазейка. Еще, все-таки, все, кто... Мы говорим об этих новых... Я пытаюсь наделить документ смыслом. Я пытаюсь наделить документ смыслом. Мне не нравится критиковать с порога. То есть я сначала наделил его смыслом, а уж после начинаю критиковать. Здравствуйте, как вас зовут? Алло, меня зовут Дмитрий. Снова дозвонился. Да, Дмитрий, да. Я вот хотел сказать, добавить тогда на ваш, как бы говоря... Да, но вы согласны с моим аргументом, что человек, которого заставляют извиняться, упорствует? Да, с этим я согласен. Но вам хочу сказать следующее. Вообще говоря, законопроект этот примут. Это приведет к тому, что у нас раздует чиновничный аппарат самой структуры МВД. Это управление собственной безопасности, которое должно следить за своей милицией. И я считаю, надо усилить прокурорский надзор. Ведь именно прокуратура осуществляет контроль за деятельностью правоохранительных органов. Да. Это приведет опять к созданию какого-то определенного штата. А если уж, знаете, смотреть, я сам бывший сотрудник, очень долго проработал. Сейчас занимаюсь правозащитной деятельностью. Да. Я вам хочу сказать, чтобы изменить все, как говорят, змея гнет с головой или рыба, да? Но это не сказано в отношении руководства МВД, да? Во всяком случае, нургалист, он пытается что-то сделать, что-то поменять. Это говорится о том, что изначально, обучая курсантов в МВД, когда я учился, высшая школа милиции еще была, учили совсем по-другому. В данное время курсантов учат абсолютно по-другому. Надо менять изначально, когда люди приходят учиться, у них должна быть цель. Их должны обучать правильно. А не такая структура, что, знаете, спрашиваешь курсанта, а почему ты пошел на факультет такого-то вот там ГИБДД? Ну, потому что я буду потом хорошо зарабатывать. Понимаете? Спасибо, Дмитрий, спасибо за свидетельство. Свидетельство, Дмитрия дорого нам вдвойне, потому что он теперь адвокат и защищает права людей. А в свое время он был сотрудником МВД и попирал, нет, в смысле, он защищал тоже права людей, но в другой ипостаси. Да? А, вот как. Я все время путаюсь, когда они попирают, а когда они защищают. Потому что там у них это сложно перетекает одно в другое. Хорошо. А скажите мне, пожалуйста, кто-нибудь... Алло, здравствуйте. Кто-нибудь, кто сталкивался с милицией. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вас вязали или вы, наоборот, милиционер? Ой, я вас плохо слышу, извините, наоборот, телефон у меня плохой. Да, алло, алло, я хочу сказать, вы милиционер или... Нет, я не милиционер, но я хотел... А вы жертва милиции? Нет, да. По поводу того, что сказал предыдущий... Да, 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 прошу вас, коротко, если можно. Вот вчера звучало о случае с Ауловым. Да. Это наш генерал. Госнаркокатур. Аулов, это был прототип Кудасова в бандитском Петербурге. И Константинов очень хорошо писал про этого Аулова. Да что вы, ну давайте же не об этом. Ну давайте не об этом. Послушайте, нет. Мы сейчас все время пытаемся уклониться, куда-то соскользнуть в сторону. Значит, я прошу позвонить, смотрите, сотрудников и тех, кто сталкивался... Давайте, нет, вот так, коротко, потому что у нас 19 минут уже. Тех, кто сталкивался с милицией, я прошу ответить. Сталкивался в качестве пациента. То есть они вас упаковывали и лечили. Если вы были пациентом МВД некоторое время назад, скажите, вот эти новые вдохновляющие инициативы МВД, как бы они вам помогли, будь они еще тогда действовали бы, вот тогда еще, когда вас вязали? Алло, здравствуйте, да, слушаю вас, слушаю, да, прошу вас. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Вас вязала милиция. Все понемногу сталкиваются, наверное, кто сильнее, кто слабее. И я, во-первых, не согласен с вами, что если заставляют извиняться, то... Приглушите радио, а то заносит звук, ага. Ой, извините, пожалуйста, да, он меня обследил. Не согласен, потому что будут упираться, если постоянно заставляют извиняться, потому что у меня перед глазами моя маленькая дочка, которую мы сейчас воспитываем и учим извиняться. И раньше она хулиганила, не извинялась, а сейчас очень радостно делает все то же самое и каждый раз говорит, извини, папочка, извини, папочка. А, вот видите, да, 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 здорово, здорово, здорово. Хорошо, спасибо, спасибо. Послушайте, мне знаете, что нужно? Мне нужен человек, которого вязали, упаковывали, пациент какой-то МВД. Вот кого упаковывало МВД совсем недавно, может быть, а может быть... Алло, здравствуйте, да, прошу вас. Здравствуйте. Вас МВД упаковывало, вы пациент их. Ну, да, меня вытрезвители забирали, так сказать. Ой, как здорово. Скажите, если бы была... У вас тогда вот этот уже законопроект этот уже бы работал, что изменилось бы? Вот скажите мне, пожалуйста. Ну, вы знаете, что изменилось бы, я не знаю, но вот как тогда поступили, довольно-таки, ну, нехорошо. У меня была какая-то сумма денег, они все не забрали, они забрали только часть. Ага. И потом, когда мы вышли из вытрезвителя, ну, еще с товарищами, с теми же, как бы сказать, сакамериками, которые со мной сидели, у каждого какой-то суммы не хватало. Угу. А скажите, они брали десятину, как русская православная церковь в старые времена, или татар-монголы? Или они брали больше, например, 50% как откат современного министерства? Нет, вы знаете, у меня взяли где-то процентов 30, но на больше денег взяли где-то процентов 50. Совсем недавно за 2000 год был 30% налог на доход как раз выше среднего, 30%, за 2001 уже 13. Видите, как они интеллигентом подошли? Все-таки 30% взяли, смотри. Ведь не 70, они взяли 30, они пощипали чуть-чуть, покрысятничали, чуть-чуть. Понимаешь, покрысятничали, там надкусили, здесь надкусили. И нельзя жаловаться, потому что человек при деньгах, он говорит, у меня украли деньги. Как у тебя украли деньги? Вот же у тебя деньги. Понимаете? Все, вот, еще один вопрос. Мне нужен еще один потерпевший, еще один пострадавший, еще один пригорюнившийся гражданин. Алло, здравствуйте, я прошу вас. Здравствуйте, Игорь Самара. Игорь, а вас упаковывали они, да? Да, упаковывали, это было в институции еще, когда я учился. Вот если бы закон был, вот уже был бы закон был, вот что бы изменилось бы? Я думаю, ничего не изменилось, просто в нашей компании, когда они упаковывали, находились дети сотрудников МВД высокопоставленных. Ага. Вот, но одного забыли спросить фамилию, сделали ему сотрясение мозга. Ага. Потом в отделении стало светло, а звезд как днем. Это уже было ночью. Но самое интересное, что когда отпускали, уже убедившись, что мы это по телевизору, показали, что приняли крупную банду ракетиров. Это вы, собственно. Вот. Хотя все студенты там третьего курса, вот. И потом, когда отпускали, сказали, ну ладно, вы по 40 рублей сейчас принесите с института, вот, чтобы заплатить административный штраф. Ага. Не, ну кто на остановке портил там что-то там, это саму остановку писал на нее, скажем так. Кто-то матом, кто-то там... А, точно, да. А что вы выбрали для себя? Что вы выбрали? А мне матом написали. Матом. А лучше бы вы писали на остановке. Ладно, спасибо вам огромное, спасибо. Ничего бы не извинилось. Они бы, может быть, извинялись чуть-чуть, прихлопатывая. Представляете, прикинь, сейчас они имитируют, сейчас они имитируют Рэмбо таких-таких каких-то вот. Ну я, значит, может быть, не совсем свежий пример привожу. Они сейчас такие суровые, такие воины, да? Когда они тебя упаковывают, милиционеры. Ну, кроме гаишников. Гаишники всегда сама добродетель, гаишники всегда очень товарищеские. Всегда очень предупредительные. Нет, они бывают очень... Рассказывают, что вам предстоит. Они бывают, гаишники, да, да. Длительный процесс. Зачем вам это надо? Бывают хамовато-товарищескими или невероятно деликатно предупредительными. Вот гаишники, гаишники или товарищеские, но хамовато-товарищеские, либо предупредительные. И вот в этом... А остальные, наоборот, такие Рэмбо. А сейчас их заставят всех все время извиняться. То есть, понимаете? То есть, они будут прихлопатывая все время извиняться. Так, чуть-чуть вспархивая, как курица. Так, ох, простите. Ох, не наступил я вам на ногу. Ой, то есть, будут совершеннейшая деликатность и непрерывные извинения. Понимаете? Манилов с чичиком. Только все будет по... Не знаю. Посмотрим. 9.25, обзор печати РСН. Русская служба новостей. Москва. 107.0 FM. Подъем. Сергеем Даренко. На РСН. Обзор печати. Юлия Селямина, обзор печати. Сегодня очень много статей посвящено призыву и армии. В частности, российская газета. Армия теряет потенциальных новобранцев из-за наркомании. Только в прошлом году от службы пришлось освободить более трех тысяч молодых наркоманов. Накануне были приведены на совместном заседании Генпрокуратуры и Минобороны такие данные. Военных также беспокоит психическое здоровье призывников, потому что очень много суицидников и множество приезжают как раз из регионов, где повышенный вот этот уровень суицида. А суицидники это их термин, да? Суицидники. Мне просто очень нравится. Мне нравятся суицидники. Ладно, хорошо. Вот еще какие газеты, каким аспектам уделяют внимание? Новые известия причине дедовщины. Это призыв армии активистов молодежных экстремистских группировок, но это тоже Минобороны заявили. Ведомости указывают на высказывания министра образования Андрея Фурсенко, который предложил увеличить призывной возраст до 30 лет. Также замминистра обороны, Министерство обороны Панков сказал, что нужно повышать вот этот патриотизм в молодых людях. И следует заказывать разработку компьютерных игр патриотической направленности, как это делается в США, и выпускать игрушки, воспроизводящие отечественную военную технику. А комсомольская правда разбиралась с тем, зачем и как уезжают наши парни для того, чтобы уклониться от призыва, уклониться от службы в армии за границу. Так вот, если по данным Минобороны Генштаба 10 тысяч наших соотечественников уклоняются от службы в армии в дальнем и ближнем зарубежье, то по данным комсомолки там десятки тысяч русских парней. И вот, пожалуйста, читайте, большая статья, большое расследование по поводу этого. Также, конечно, новому закону о милиции посвящено много статей, в частности в «Коммерсанте», в «Российской газете», но мы это уже обсудили, поэтому останавливаться не будем. Ведомости, с 2011 года пройти техосмотр можно будет не в ГИБДД, а в частном техцентре, и там отремонтировать машину. Стоимость техосмотра будет устанавливать правительство. Об этом все подробности в ведомостях. Московский комсомолец выяснял, зачем в Москве отключают горячую воду, и когда это прекратится. Вывод очень неутешительный. Ну, это может растянуться на десятки лет. Я никогда не понимал, зачем в Москве отключают горячую воду. Это для профилактики. Я знаю, я знаю. Ну, хорошо, новости потом расскажу. 9 часов 30 минут, новости, наверное. Обзор печати. Подъем. Подъем с Сергеем Даренко. На русской службе новостей. Мы продолжаем с Юлией Селялиной. Юля, я хочу прочитать смс-ки. Значит, у нас смс-номер плюс 7 925 101 107 0. 101 107 0 по 925 коду. Вот. Алтуфьевка стоит из-за неработающего светофора, пишет Михаил на БМВ. Колонна бронетехники уже на Волгоградке в Октябрьском. Гаишники на каждом съезде и пешеходном переходе. На Волгоградке какой-то большой праздник. Колонна бронетехники прошла. А еще, вот пишет 06-й, по Волгоградке в область проехал президентский кортеж. Теперь телекомпании едут. Какой-то кортеж, который внешне напоминает президентский, по Волгоградке проехал в область. На ленте пока ничего нет. Куда, что. Ну, уже готовится. Может быть, кортеж едет сам по себе, а президент потом отдельно выйдет, конечно. Вот. И телекомпании едут, видно. И бронетехника идет. И все из города по Волгоградке куда-то шуруют. Очень странно. Варшавка в центр после Янгеля летит. Купил телефон на Андроиде, теперь перенести контакты с Нокией. Не могу, жалуется Костя на Мазде. Щелчок летит. А вы через Гугл перекиньте с Нокией, сохраните в Гугле в своем счете. А потом Андроид всосет сам. По Волгоградке в область проехал. Так, секундочку. Да-да-да. Большой кортеж. Еще одно сообщение. Ленинградская в область торчит уже от Беломорской. Еще. Значит, сейчас-сейчас. Надо, чтобы все мельтоны были как гаишник в нашей Раше, пишет Слава. Не знаю этого персонажа. Он не берет взятых. Не берет, да? Совсем, совсем. Хорошо. Комсомольский проспект в область. Пустой Мерседес 221. 221 это, я думаю, кузов. Вот. Ну, не важно. Номер. А-095, МР-97. Ползком в левом ряду, но с мигалкой. Понты вещь дорогая, пишет Влад. Сановная задница на БМВ А-087, который день расталкивает всех на Волгоградке. Жуткая морда внутри, пишет нам Орхидейка на Корсе. Орхидейка наш человек. Привет, Орхидейка. Так, еще. Алтуфевка на пересечении с Пришвина не работает светофор. Регулировщик отсутствует. Из-за этого Алтуфевка и встала. На пересечении с Пришвина страшная толкучка. Черный Мерс А-123, МР-77 шпарит по встречке по пролетарке без маяков. Постоянно езжу в Волгоград, пишет 25-й. Ловлюсь в Тамбовской области за скорость. Интересная форма глагола. Ловлюсь в Тамбовской области за скорость. Предлагают оплатить штраф через терминал на заправке. Вот прогресс. Еще. Так, так, так. Техника едет в Раменское. Там какой-то праздник. Там какой-то праздник техника. Вот. Въезд в Москву с Варшавки до Янгеля. Более 50 минут, пишет Людмила. Все куда-то бегут. А, Путин едет в Жуковский, пишет 84-й. Это Путин едет в Жуковский. И Фурсенко какой молодец специалист во всем, пишет 11-й. Какой продвинутый парень вот Фурсенко. Фурсенко действительно блестает в разных сферах. Обратите внимание, в последнее время, в последнее время высказывания Фурсенко касались призыва. То есть он говорит, он сказал, что следовало бы до 30 лет увеличить срок, когда нужно ловить молодых людей. Дело в том, что молодые люди, многие, они предпочитают... Да, давайте, давайте, вот интересно. Комсомолка пишется, за границу валят. Я хотел... Очень много причем. Давайте сделаем вот что. Мы попробуем систематизировать способы откоса. Вот как откаживают от армии. Просто у вас есть ручка какая-нибудь или карантаж? Есть, да? Превосходно. Можно я доложу слушательской аудитории, что вы нарисовали здесь примерно 50 цветочек. Она рисует ромашки, пока слушает программу Юлия Селевина. Новая Рига, перед этим кат ползет, как обычно, совсем даже не умерла. Ну, может быть, они прекратили асфальтировать? В 6 утра асфальтировали там. Хорошо. Значит, давайте способы откоса. Просто документируем, записываем. Давайте, поехали. Способы откоса. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Какой способ откоса знаете вы? У меня была ситуация следующая. До 24 лет мне ни одной повестки не приходило. Но я не считал нужным, соответственно, тоже инициативу проявляли. Да. А в 24 меня в жесткой форме повязали в 6 утра, прямо около подъезда. У меня команда. Ага. Где меня спросили, как бы ты служить хочешь? Я говорю, нет, конечно. Он говорит, нет. Ситуация другая. Хочешь, но не можешь. Ага. Вот. Я говорю, ситуация понятна. Как бы мне была названа адекватная довольно-таки сумма, которую, уплатив, я получил. Ну, скажите, это пара тысяч долларов или меньше? Стоиных. А? Три с половиной. Три с половиной тысячи долларов. То есть, типа сотки в рублях, да? Ну, да. Но эта сумма была, я вам сейчас скажу, это был 2007 год. То есть, сейчас я знаю, что сумма где-то в районе, по-моему, 7 евро. А, 7 тысяч евро. То есть, десяточку теперь надо затаскивать, да? Так, пишем. Спасибо вам огромное. Ну, что, это взятка, по-моему, да? Значит, военкомат, военкомат от трех с половиной до десяти тысяч долларов. Военкомат от трех с половиной до десяти тысяч долларов. Пишем. И все, они тебя снова теряют, выбрасывают. Тю. Все, до свидания. Долларов или евро? Так, все-таки говорили. Шесть тысяч евро. Шесть тысяч евро. Ро-ро-ро. Евро. Ну, я и говорю, о, в долларах десятка же. Ну, примерно. Ну, примерно. Нет, ну, меньше теперь, когда евро упало. Но давайте не будем. Будем считать. От трех с половиной до десяти тысяч долларов. Откос через военкомат. Даешь военкоматским чиновникам от трех с половиной до десяти тысяч долларов. Алло, здравствуйте. Да, слушаю. Здравствуйте. Я у Швейка читал, как откаживают от армии. Помните, как они красиво лежат? Керосин в ногу. Да-да-да-да. Помните, как? Да-да-да-да. Вот. А сам, к сожалению, отслужил. А может быть, даже и к счастью. Ну, вы не знаете другого способа современного? Не знаю, потому что делали в детстве поход к врачу-психиатру. Да. Что ребенок со странностями. А потом, когда он попадал в армию, ребенок, то тоже начало вести себя странно. А там уже была история. Да. И поэтому его освобождали. Ага. Все, через дурку. Я знаю, знаете, я знаю двух человек. Один из них... Я знаю двух человек. Один из них художник. Другой, и работает сейчас в гуманитарной сфере, и даже связан с политикой, которые откосили от армии через дурку, и даже ложились в дурку. Прекрасная история. Один из них говорит, мне так трудно было имитировать. И я понимаю, почему ему трудно было имитировать, потому что он, правда, сумасшедший. Но я думаю, правда, он параноик, а имитировал гибифреника. Понимаете? То есть вот это самое сложное. Когда ты нормальный, ты можешь имитировать гибифреника. А когда ты параноик, а имитируешь другое... То есть человек болен одним, а имитирует другое. Это совершенно страшное транскодирование мозга нужно произвести. Значит, откоси через дурку, пишите. Да, понятно, понятно. Я все записываю, не волнуйтесь. Так, что вы, что... Скажите... Прошу вас, прошу вас, нет, подождите. Взятка в дурку. Через дурку, да, да. Через дурку, номер два? Психиатру, все. Да, через дурку. Скажите... А деньги, а деньги, а деньги? А деньги вы не спросили, надо или нет? Поступление в аспирантуру пишите. Поступление в аспирантуру. Признаться голубым есть, ноль первое. Признаться голубым. Там же какой-то, наверное, будет осмотр. А если военком затащит сразу в комнату отдыха тебя? Нет, это не надо так. Не надо. Признаться голубым это как-то так. На Волгоградке работают эвакуаторы. Большой праздник на Волгоградке, пишет Василий. В общем, Путин едет в Жуковский. Да, конечно, 3-го и 4-го в Жуковском показ боевой техники будет. На трассе билборды стоят, пишет Людмила. Там всюду эвакуируют. Там носятся президентские кортежи. Там идет боевая техника. Там большой-большой праздник. Черт, нас там нет, а? Сергей, вы про отвлечение воды забыли, пишет Александр. Ага, хорошо. Я должен сейчас вынужден остановиться. Мы продолжаем... Внимание. Мы продолжаем говорить об откосах от армии, потому что сегодня вдруг пресса вся разразилась способами. Способ уехать в Германию и так далее. Пока мы записали три. Итак, первый. Занести в военкомат от 3,5 до 10 тысяч долларов. Второй. Это сходить в дурку к психиатру, закосить под психа. Третий. Поступление в аспирант. Да нет же еще был этот самый, сказаться голубым, сказаться... Вы сами отмели этот вариант. Я сказал, что он ужасен, но он может быть. Может быть, кто-то наоборот, кому-то не надо сказаться. Он думает, что он прикидывается, но на самом деле он и есть. Понимаете? Да, все. Сейчас мы на минуту разлучимся, продолжим, но секунду, я расскажу. Мне говорят, вы же забыли про отключение воды. Я просто хотел рассказать вам, как я был свидетелем отключения воды у своих друзей в Бруклине. Бруклин, это находится в Нью-Йорке, Соединенные Штаты. Они мне сказали, что завтра отключение воды, горячей. И я сказал, что это значит. Они говорят, как, ну весна же, профилактика должна быть. Это делается каждый год, сказали мне друзья. Каждый год отключают горячую воду. Я сказал, так, на сколько? Они сказали, примерно на полтора часа. Да, действительно, послушайте меня, внимание. Действительно, действительно, в Соединенных Штатах Америки я был свидетелем отключения горячей воды, которая проводится ежегодно, неукоснительно и обязательно. Примерно на полтора часа в год. Да. То есть они сказали, завтра не будет горячей воды. Я сказал, боже мой. Боже, представили, на две недели. Нет, они говорят, отключают где-то в 10, и потом к 12, ближе к 12 уже опять будет горячая вода. Что такое профилактика? Боже мой, два часа в год. Почему наши? Я понимаю, зачем нашим две недели? Что они там делают? У меняют трубы. Не знаю, через минуту вернемся, 9.44. Русская служба новостей. Радио РСН. Подъем. Надо уехать из страны, пишет Павел. Вот бесплатно никому не платить ни в каком военкомате. Еще прислали нам 220 тысяч. Там же надо чем-то заниматься, надо учиться, наверное. А за учебу тоже платите немалые деньги. Есть, которые бездельничают здесь, в России, так и можно бездельничать с таким же успехом на Украине. Слушайте. Значит, недавно помогал другу откосить, стоило 220 штук рублей. Помогал из главка города. Из главка. Мужчина есть из главка. Да. А я с Кавказа уехал в Москву. Скоро будет 27. Вот человек дожидает. То есть из одного региона в другой переехать. С Кавказа переехал в Москву. Так, еще, еще, еще. Да, из страны. Ну, разные варианты из страны. А в Белоруссии годится? В Белоруссии годится или нет? Вот интересно. Ближняя, дальняя, зарубежья, я так понимаю, да. Ну, там же нет военкома в Белоруссии никакого. Хорошо, давайте в случае откоса. Мы их пытаемся систематизировать. Да, алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Да, прошу вас. Как вас зовут? Меня Ярослав зовут. Да, Ярослав. Элементарный, короче, вариант откоса. Это просто не получить приписное. Когда? В школе еще? Да, да, да. Подождите. Ну, значит, смотрите. В школе. Вот меня, например, повели. Что-то коротко постригли. Куда-то записали. И там череп мой 60 сантиметров. Там еще что-то, правильно? Для получения фуражки, да? Что делать должен? Ну, это можно сделать... Ну, просто обычно об этом говорят в школе заранее, когда поведут. Ну, и просто как бы заболеть на этот день. Да, короче, они потом не будут вас искать. Абсолютно проверено. Я знаю трех человек, которые так сделали. Без денег, без ничего. В одной школе или в разных? Без денег, без ничего. Нормально, спасибо, отлично. Спасибо. Спасибо. Вот это без денег, вот это... Вот интеллигент, вот аристократ духа. Вот аристократ духа. Потому что носить бабло, это мещанство. Надо совершенно бесплатно все делать, понимаешь? Потому что лучшие вещи в твоей жизни достаются тебе бесплатно. Лучшие. Сама жизнь достается тебе бесплатно. Правда же? Ну так вот, серьезно я говорю. И вот интеллигент и аристократ духа. Он вообще никогда нифига никому ни копейки, понятно? 100 тысяч через больницу. Запишите, пожалуйста. Это я, да, это я записала. Это в Брянске, да? В Брянске, в Брянске, в Брянске. Мой товарищ закосил через дурку в 86-м году. А до 2000-го года не мог получить, сейчас что-то не мог получить. Откашиваешь через дурку, не получишь права. А-а-а. Чем-то приходится жертвовать. Приходится шофера нанивать. И Нурес пишет еще, что человек мочится. Ну вот, понимаете? А меня призвали из аспирантура, пишет Сергей. Еще, случай закосить. Алло, здравствуйте. Алло, слушаю. Добрый день. Здравствуйте, как вас зовут? Владимир. Владимир, какой случай закосить, какой способ закосить? Мы коллекционируем методы. За одного битву, двух небитых найти. Это как же? Это как же. Ну, призывник находит двух призывников. Приводит их в военкоматы. С ними договаривается, как хочет, но на лапу государство еще и миллиончик дает. Миллиончик? Чтобы этих двух оплатить. Да что это? Это такое было или это выездил ДПР? Нет-нет, это так должно быть. А, это из-за выездил ДПР. Все ясно. Есть, есть, есть. Все прорываются и, так сказать, всевозможные люди, интересующиеся политикой. Да, слушаю вас. Здравствуйте, меня Роман зовут. Да, Роман, прошу вас. Ну, оригинальный способ еще в 70-х годах мой папа придумал. Ага. Он поступал в Питере, по-моему, там железнодорожный, архитектурный какой-то был институт и не поступил. А так, ему было 18 лет и ему светило идти в армию, он свои документы подал в военное училище. Так. И в итоге дослужился до генерал-майора. Ха-ха-ха-ха, поздравляю вас. Вот это, вот это прикольный способ, да. Спасибо, спасибо. Хорошо. Значит, комсомолка сегодняшняя пишет, что там чуть ли не десятки тысяч наших балбесов скрываются в Германии. В Германии, Англии и Франции. Но в Германии больше всего учатся. В Германии очень много, потому что там бесплатное хорошее высшее образование, бесплатно, в отличие от англо-саксонских. Значит, где надо фонды запрашивать, фонды, чтобы стипендию тебе давали и оплачивали твое обучение, в Америке нужно через фонды действовать. Ну, бесплатно чтобы. А в Германии там государство, там сицилизм. Сицилизм. Полгода пробудешь, и тебя тут снимают с учетом. Они как делают? Они идут туда в подготовишку какую-то специальную, потом поступают там в университет, потом, значит, через полгода снимаются здесь с учета, как будто делаются иностранцами. Но ужасно другое, ребят, вот я хочу, чтобы вы подумали об этом. Ужасно то, что возвращаются вообще в Россию, когда бы то ни было потом жить, только каждый пятый. Четыре пятых никогда больше не возвращаются в Россию. То есть, откашивая от армии через заграницу, люди вживаются в ту действительность. Молодые ребята, они очень пластичные, да? Они больше потом не приемлют нашу действительность. И только каждый пятый возвращается жить и работать в России. 80% из Германии не возвращаются. Это серьезно. Это серьезно. Ну вот, 9.50, почти 51 минута. Погнали дальше. Подъем. Фондовый рынок. Прогнозы и комментарии. Фондовый рынок. Лев Быстров, аналитик фондовой биржи РТС, на связи с нами. Лев, только что вылетело сообщение. Ягуар, 21-летний москвич, управляя Ягуаром по доверенности, завалил вчера инспектора ДПС на Рублевке. Вот. Давайте, давайте. Он легкими травмами отделался. Ах, вот как? Да. А что они пишут? Ушиб стопы и голени. Я умоляю, с этой голенью начнется переноситься, будто он баконист какой-то. Лев, ну как у вас, Лев? Ну, на самом деле, у нас не очень уверенно вчера закончился торговый день. Индекс РТС прибавил всего 0,3%. Индекс РТС стандарта ушел в небольшой минус от наиболее ликвидной ценной бумаги. И сегодня, по всей видимости, уверенности утром на российском рынке не будет. Потому как и в Азии мы видим небольшие продажи. Нефть, конечно, на высоком уровне находится. Но Америка также очень неуверенно вчера закончила день. И сегодня еще будут очередные данные по безработице, которые будут ждать. И, соответственно, до... Слушайте, а вы не спекулировали вчера на Нью-Йоркской на БИПИ-акциях? Нет. Как было хорошо и приятно и интересно вчера спекулировать. Они укатились, пока БИПишники сидели у Обама, они укатились на 29,60. 31,40 вниз на 29,60. Прикиньте. Потом, значит, нет, но некоторые успели взять по 29,77. Вот. А потом они улетели на 31,80 вверх, после того, как БИПишники вышли от Обамы. Ну, это классический рынок акций. Некоторые могли бы продать, но они идиоты, остались в позиции. Действительно. Да, это я. Ну, ладно, хорошо. Нет, правда, очень смешно. Ну, вот, я мог бы продать, но я остался в этой позиции. Думаю, ладно, останусь сейчас с ним. Ну что, а что за доллар-евро-то я не посмотрел сегодня совсем, а? Доллар-евро... Доллар у нас немного укрепляется относительно вчерашнего дня. Да, да. И пока что тенденция сохраняется. Вот. Но в целом все равно пока что, да, 1,22,7. 1,22,74 в эту секунду. Спасибо, Лев. Хорошего дня вам. Погнали дальше. Погнали. Ага, поехали. Подъем. Русская служба новостей. В движении. 9,55. Мне надо перезагружать этот компьютер, потому что смс-ок столько, что значит у нас рухнуло все к черту. Давайте перезагрузим, попробуем. В движении. 7,887,0. В движении. Все рассказывают и правильно рассказывают нам про Волгоградку, куда устремляются все лучшие люди. Сливки. Соль от соли земли русской, включая бронетехнику, устремляется сейчас на Волгоградку, в Раменское. Алло, здравствуйте, доброшу вас. Алло, здрасте. Где вы едете, да? Я еду по МКАД, но я не об этом. Слушатель сказал про А123МР. Помните был такой номер? Да, да. Вы не поверите, я несколько дней назад сфотографировал именно эту машину около магазина «Интим» на электрозавод. Интим? Я вам могу прислать это фото. Я вас говорю, пожалуйста, да. А как вы это сделаете? Пришлите на инфонарусновости.ру. Да, хорошо. А можно проинтервьюировать продавщицу? Какой мастурбационный аппарат покупал человека? Нет, там важно еще другое. Слушатель сказал, что это Мерседес, а это BMW 7, да? То есть либо слушатель перепутал, либо это две машины. Пожалуйста, если вам не в лом, пришлите, а? А я сейчас ММС-кой пришлю. Называется «Инфо». Как вы сказали? Инфонарусновости.ру. Хорошо, сейчас прям пришлю. Спасибо. Магазин «Интим» где? На электрозаводской. Чудно, а что, надо туда ездить? Там лучше выбор вот... Я не знаю, я не был. Я еду мимо, смотрю, стоит 1, 2, 3 АМР, BMW 4 около магазина. Ну, конечно, я сфотографировал, потому что кадры хорошие. Хорошие, Браво, спасибо вам большое. Смотрите, интересно, это сразу вызывает во мне эротические фантазии, как ни странно. Понимаете, что именно он покупал и сколь разборчив был. Требовало ли батарейки как в часах или чтобы батарейки были 2А, чтобы дольше служили и так далее. Ну, как бы, всюду надо разбираться во всех делах. Хорошо, что, 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 что? Света Матвеева Спорта. Девушки отдыхают. Так, 17 июня. Здравствуй, великий город, здравствуйте все. Это Русская служба новостей. Юлия Селявина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Юлия. Здравствуйте, Сергей Доренко. Доллар снизился. Доллар пошел. Ну, что снял? Нет. На 2 копейки. На 2 копейки. 31,23 сделки по доллару. 31. Ну, знаете, тенденция такая, вот каждый день потихоньку снижается. Курсик по зернышку. Ну, и что, нет? А при камень точек. Ну, ничего, Анна, не снижается сейчас. Подождите. Я сказал, пойдет на 32 в результате. Если доллар, внимание, кого-то интересует доллар или нет? Никого не интересует доллар. Значит, доллар должен был пройти на 1,24. Я сейчас говорю доллар-евро. Мы серьезные люди или нет? Мы смотрим, в паре доллар-евро должен был пройти на 1,24. Верно? Верно. Все ждали? Ждали. Я ждал тоже. На 1,23.15 встретил сопротивление. Доллар встретил. В смысле, все, он дальше, ну, не мог падать дальше. Евро встретил сопротивление, если угодно. Если вас интересует, кто падает, тот, ну, понятно, да? Значит, сейчас 1,22.79. Спокуха. Он уже не пробился через 1,23.15, не смог пройти. Значит, ему дорога на 1,24 нет. И смотрит он на 1,18. Ну, что мы прикидываемся? Значит, он смотрит на 32 к рублю. Потихонечку. Никаких проблем. Я, когда получал паспорт, заплатил 100 долларов, чтобы на учет военкомат не ставили. Вот так. Давайте, давайте, давайте у нас, мы перезагружаем время от времени вот эту нашу машину, которая у нас непрерывно ломается. Я имею в виду СМС. А зато у нас есть русновости.ру. Русновости.ру. Вы там можете нам писать. С русновости.ру. Ладно. Мы тоже читаем. Секундочку. Последнее. Вот. Прокрементируйте, пожалуйста, вчерашнее выступление Квачкова на РСН. Как вы относитесь к тому, что за откровенного нацика и антисемита вчера проголосовали 95% ваших слушателей? Это неправда. 95% никаких, а 96%. В начале передачи. В начале передачи. В начале. А в конце 89%. Понятно, да? То есть это разные вещи Виталия и Санкт-Петербурга. Значит, в этом, как мы всегда говорим, у нас очень личное отношение у людей вообще в России. Очень личное и очень эмоциональное. И, кроме того, русский человек тоталитарен. У него не бывает человека чуть плохого, чуть хорошего. Вы знаете, как китаец спокойно может говорить, что ума на 70% хорошего, а на 30% ужасного? Вот русский человек так не может жить. Русский человек живет тоталитарно. Он либо любит, либо ненавидит. Вот. И поэтому Чубайса, когда не любят, не любят всей душой. Но, конечно, Квачков вчера, то, что прозвучало Квачкова, я должен прокомментировать, я думаю, что это уже зоология совсем, беспредельная зоология. Ну, все свелось к еврейскому вопросу. Не только к еврейскому вопросу. Не только к еврейскому вопросу. Вообще уровень обсуждения, уровень обсуждения. Я невероятно благодарен Гозману за то, что он держался на хорошем интеллектуальном уровне. На подобающем интеллектуальном уровне. В условиях, когда, кажется, к этому ничто не располагало. Вот это было удивительно. С другой стороны, это было блестательное шоу. Это было свеженькое. Это было остренькое, знаете ли. Это было с войнцой. А что вы делаете, когда проходите... А что вы делаете, когда вы проходите мелоприлавка с превосходными сырами, проеденный как-нибудь реверент какой-нибудь там, проеденный плесенью? Что вы делаете? Вы говорите, о-ла-ла, говорите вы. Как это превосходно. То есть, понятно, да, это было с войнцой, но это было с гастрономическим войнцой. Правда же? Тогда войнца была вполне съедобна. И ее слушали. Это прекрасно. Послушайте, я хотел сказать несколько европейских новостей, раз уж мы заговорили о Европе. Квачков относится к Европе или к чему? Ну, не важно. Довольно искусственно, но я его подверстал. Обратите внимание. Необычный судебный процесс происходит в Германии. Учительница географии немецкого языка из немецкой федеральной земли Нижняя Саксония подала в суд на ученицу, которая нарисовала зайца на школьной доске. Смотрите. Когда учительница увидела рисунок зайца, она с криками выбежала из классной комнаты, сказала одноклассница, 16-летняя ученица девятого класса, которая вызвана в суд в качестве свидетельницы. Я нарисовала зайца, я знаю эту учительницу еще с моей предыдущей школы, где она вела у меня уроки. Своим одноклассникам я только рассказывала, что она тогда выбежала из класса из-за рисунков зайца. Понимаете? То есть у нее фобия. Она боится зайца. Да. Даже нарисованного. Ну, когда видит уши, все сразу. Какой-то софт-порно-журнал изображает зайца. Пентхаус или плейбой. 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 Значит, вот эротика тогда. Может быть, кто-то с татуировкой зайца из плейбоя каким-то образом испугал ее в детстве, я не знаю, может быть, не знаю. В общем-то такой скандальный процесс. Скандальный процесс в Европе. Да, да, да. Рисунок зайца на школьной. Да. Антонова, Страсбург. Вот это очень важно. Это очень важно. И это, кстати, отстаивает мою точку зрения. Я спорил здесь с европейцами, с нашими, с горе-европейцами. Дело в том, что русский европеец, русский проевропейский, вернее так вот, русский проевропейский мыслящий человек откровенная мещанина-скотина. Потому что они думают, что Европа – это удобство, что Европа – это тепло, комфорт, это, значит, что Европа – это фуа-гра, это вот ризотто и так далее, и так далее. Европа, братцы, это идея. Это высочайшая жертвенность за идеалы, за служение Господу. Вот что такое Европа. Так она строилась. Европа строилась как служение, как миссия, как самоотверженное, гибельное служение, в том числе. Защиту идеалов. Понимаете? Значит, все, кто думает, что Европа – это просто тепленькое местечко, в котором просто уютно и бумага туалетная очень мягкая. Ребята, вы просто извращаете содержание Европы. Понимаете? Я спорил здесь с этими горе-европейцами, с этими мещанами паршивыми. Значит, Страсбург запретил Финляндии высылать 82-летнюю россиянку. Слава Богу. Европейский суд по правам человека запретил властям Финляндии высылать из страны 82-летнюю россиянку Ирину Антонову. Таким образом, Страсбург удовлетворил запрос россиянке, отказав Финляндии вправе депортировать Антонову на родину. Понимаете, тут дело не в родине, не надо думать, что это второстепенные страны какие-то. Нет. Просто ее дочка там живет. У нее все близкие, все близкие, а именно ее дочка. Замужем в Финляндии. Понимаете? Это так просто, что дочка имеет право ухаживать за матерью. Это так просто. Это так по-европейски и так по-скотски вела себя Финляндия до этого. Так ветеринарски, я бы сказал, ветеринарски, скотски, холодно, цинично, развратно и антиевропейски вела себя мещанская Финляндия. Стыдно вела себя Финляндия, что ее Страсбургский суд теперь спас. Спасибо от имени Финляндии, от имени Финляндии, это наш сосед, от имени соседа, от имени Финляндии. Я благодарю Страсбургский суд. Спасибо большое. Спасибо, что вы не дали Финляндии скатиться в ветеринарное скотство. Это прекрасно, это здорово. Страсбургский суд запретил Финляндии депортировать эту женщину, у которой, кстати, очередной инсульт. Она опять там, она опять болеет. Вот что, 10-12, через минуту вернулись, меняем тему. Русская служба новостей. Радио РСН. Подъем. Вот что, 10 часов 13 минут, 10 часов 13 минут, мы продолжаем. Все очень кипят по поводу вчерашней нашей программы, говорят, что, говорят, что звонки Заквачкова не принимались. Это неправда, знаете, я тоже, когда я звонил, прежде, не вчера, вчера не звонил, но когда прежде я звонил, там идет очень деликатно, вот та служба наша звонков, она очень деликатно делает звонок где-то меньше секунды, чтобы вам не начислили. Когда вы голосуете в наших голосованиях, чтобы вам не начислили денег за звонок, он говорит какой-то страшной скороговоркой, звонок учтен меньше секунды. Держи, вот так. И оно, телефон показывает, телефон занят, телефон занят. На самом деле, ваш звонок учитывается. Нет, ну там довольно понятно все. Нет, если держать ухо, если держать ухо, некоторые люди же звонят с руки, как бы, им пишут, экран пишет, сеть занята, или там линия занята. Там буквально 1-2 секунды и обрывается звонок. Да нет, по-моему, 1 секунда. Они специально делают меньше 3 секунд, чтобы вам не начислили деньги за этот звонок, понимаете? Ну вот, поэтому больше ничего. Хорошо, секундочку. Лужков занял третье место среди богатейших женщин мира. Поздравьте его. Это его супруга, насколько я понимаю. Хорошо. Значит, давайте обсуждать. Я хотел сказать... Сейчас вот, начинаю читать, мне ужасно интересно. Слушайте, это же нам прислали, да? Это прислали ту фотографию, которую обещал слушатель по поводу БМВ. А вывесите ее, пожалуйста. А где же... А где интим-клуб? А где интим-магазин? Вот он, сердечко. Ну, это так, конечно. Нет, почему, 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 почему? Как раз... А как называется стал что-то написано? Нет, нет, это другое. Тут просто много магазинов. Стальные двери стрелка показывает в сторону, а у интим-магазина стоит машина А123МР, семерочка БМВ. Да-да-да-да-да-да-да. Интимный магазин, здесь дверь, прямо вот напротив. Прелестно. А вывесли себе в блоге? Не так, чтобы... Понимаете, беда в том, что это не один... А? Попробуйте. Трудно что? Да. После программы. Давайте, давайте. После программы. Поручите кому-то, кто-то сделает. Ладно, договорились? Договорились. Все. Значит, надо это вывесить. Это не очевидно, потому что там несколько входов в разные магазины. Он мог пойти в стальные двери, а мог в интим. Хорошо. Я еще хотел рассказать вам вот о чем. О том, что вчера, наконец, на Триумфальной какой-то был прогресс в компромиссах. Вчера вышли на Триумфальную протестанты. Протестанты протестующие. Российская оппозиция успешно провела санкционированный митинг на Триумфальной площади. Тихо, мирно. Было около 200 человек. Все говорят 200 человек. Интерфакс. Милиция. Что около 200 человек. Из них около 100 представителей прессы. То есть, один представитель прессы на одного оппозиционера. Как-то все это очень мило было. Сами собравшиеся говорят, что их было 500. Но это как бы типично. Типично, что они говорят в разы больше. Я обычно ищу правду между тем, что говорит МВД и тем, что говорят собравшиеся. Причем ближе к МВД я обычно ищу правду. Например, МВД говорит около 200. Они говорят 500. Ну, значит, типа 270 там, наверное, было. Вот. Ну, неважно. Значит, и все тихо. Примерно половину из них составляли журналисты. Они ходили, говорили, что, ну, всякое такое, что они не простят никого. Значит, 31 мая не простим. И все было мило. Вот, 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 что значит. Это и есть, это и есть айкидо. То есть, не надо противостоять. Зачем ты противостоишь? Обрати, обрати пустоту против силы. Вот спокойно люди проявили, прошли. Все рассказали, всю правду друг дружке. Ну, и что, плохо, что ли? Еще одно сообщение сегодня в Инессе о том, что бывший замминистра энергетики Милов в своем живом журнале, в живом журнале написал, что он уходит и навсегда порывает с солидарностью. Ранее Милов. Милов, это кого вы можете читать время от времени в ведомостях? Милов и Орешкин, это два умных очень человека, двое умных мужчин, которые иногда вдруг с броневика вещают и чуточку очень предсказуемо, я бы сказал. А иногда пишут по делу, по существу, и Милов по экономике сильно неглупые вещи пишет, сильно неглупые вещи. А по политике уже вот по-разному, по-разному, с разной долей успеха он пишет. Да, ну и слушайте, значит, успех демократической оппозиции сегодня лежит в других форматах, не в поблекшей и давно уже ничего полезного не делавшей солидарности. У карликовых оппозиционных организаций нет будущего, отмечает Милов. За два года солидарность не смогла набрать более четырех тысяч членов, а в последнее время люди начали массово выходить из движения, говорит Милов. Милов, Владимир Милов, который был видным у них, так сказать, там одним из вождей. Ну вот, и который по-настоящему просто экономист неплохой и бывший замминистра энергетики. И он публикуется время от времени в ведомостях. Он ушел из солидарности, сказав, что у нее нет будущего, и люди массово ее покидают. Хотел уточнить, насколько это может быть верным. 7-8-8-107-0, насколько это верно? А хорошо, а у какой оппозиции есть будущее? Вот хотел задать вам вопрос. Ой, мама, опять 19 минут. Да что ты можешь делать, а? 10-19 минут. У какой оппозиции есть будущее? Вот Милов говорит, у этой оппозиции нет будущего. А какой есть будущее? Алло, здравствуйте, да слушаю. Да, слушаю. Да что ж, вы мне слетаете. 7-8-8-107-0. У какой такой оппозиции есть будущее? Насколько верно, что народ массово покидает движение солидарности? Как об этом пишет Милов. 7-8-8-107-0. 7-8-8-107-0. Телефон. И просто попытайтесь начертать оппозицию, у которой есть будущее. Да, слушаю. Здравствуйте. Да, как вас зовут? Мне кажется, меня зовут Игорь. Да, Игорь. Мне кажется, ни у какой оппозиции нет будущего. Даже у руководящей партии «Единая Россия» тоже будущего нет. А вы знаете, мне кажется, а можно сказать наоборот? Скажите, а можно сказать наоборот? У всякой оппозиции есть будущее. Ну, можно. Нет, ну потому что, Аленя Чокнутый, например. Нет, ну все как-то создает движуху. Нет, ну видите, вот, например, вот за последнее время, да, только одна коммунистическая партия, да, у которых, конечно, говорили, положи партбилет на стол, и люди там с инфарктом уходили в поликлиники и так далее, в больницу улазили. Ну, это правильно ли так как было? Но это было давно. Да. Я думаю, давно. Что значит давно? А я думаю, совсем давно. Ну и что? Мы говорим о преданности партии, дела... Нет, мы говорим, по сути, что мы говорим о служении. Служении делу, служение. Да, да, да. Такая идея была и так далее. Вот мы и говорили, и представляете, правящие партии, да, и президенты все давили коммунистическую партию, вот, у меня отец там коммунист был и так далее. Но дело не в том, меня тоже приглашали и на службе говорили, у тебя продвижения не будет, если ты в партии не вступишь и так далее, и так далее, и так далее. Когда все уходили, я, наоборот, хотел поступить в партию. То есть там какая-то была идея. Да, спасибо. Другое дело, другое дело, что это, ну, не получилось и так далее. Но ничего нового, кроме того, что она вот, ну, Ленин там выглавлял, да, ну, ничего дать народу нельзя. Да, 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 спасибо, спасибо, спасибо. Значит, нет, конечно, есть будущее у людей служения, у людей миссии. Это понятно. Всегда есть будущее. Сказать парадоксальную вещь? Всегда есть будущее у тех, кто идет на смерть. Но это единицы? Нет, однажды их становится много. Всегда есть будущее у тех, кто готов умирать. Понимаете? Вот это правда. Всегда есть жизнь у готовых к смерти. Понимаете? Потому что если ты служишь делу, родине, не важно, патриотизму, служишь делу, как последнему делу, за которое ты готов умирать, Богу служишь. Не важно, я сейчас говорю, я сейчас говорю не о цели полагания, а о силе, о решительности, о цели полагания, понимаете? Такое дело есть абсолютно принципиально в том, что да, ты победишь. Понятно, да? А если такого дела нет, то ты не победишь. Вот это в высшей степени очевидная вещь. Значит, победят люди служения, победят люди миссии, победят люди жертвенности, победят люди, готовые умирать за идею. То есть жить будут те, кто готов умереть. Те, кто не готов умереть, жить не будут. Ну, очевиднейшая, по-моему, чуточку парадоксальная, правда, вещь? 10-22, обзор Печати. Русская служба новостей. Москва. 107.0.ФМ Подъем! Сергеем Даренко. Найросом. Обзор Печати. Юлия Васильевна в студии, это Обзор Печати. Очень много сегодня газет посвящают свои статьи, призыву и армии. Во-первых, это российская газета, армия теряет потенциальных новобранцев из-за наркомании. Такие данные, данные таковые, более трех тысяч молодых наркоманов только в прошлом году от службы пришлось освободить. Эти данные были приведены на совместном заседании Генпрокуратуры и Минобороны. Военных также беспокоит и психическое здоровье призывников. Новое известие уделяет внимание вопросу дедовщины, потому что в Минобороне назвали новую причину этого явления. Это призыв в армию активистов молодежных экстремистских группировок. Ведомости обращают внимание читателей на высказывания и предложения министра образования Андрея Фурсенко, который предлагает увеличить призывной возраст до 30 лет. И кроме того, в ведомостях уделяется внимание патриотическому воспитанию молодого поколения и предложению замминистра обороны Николая Панкова, который рекомендует заказывать разработку компьютерных игр патриотической направленности, как это делается в США, и выпускать игрушки, воспроизводящие отечественную военную технику. Ну а Комсомольская правда сегодня опубликовала большой репортаж, большое расследование по поводу того, где скрываются наши российские парни за границей, где они учатся и как проводят свое свободное время для того, чтобы откосить от службы в армии. Десятки тысяч российских парней прячутся за границей от призыва. Под таким названием вышла сегодняшняя статья. Кто это, что они там делают, вот, пожалуйста, кого это интересует, читайте в Комсомольской правде. Также сегодня немало публикаций посвящено закону о милиции. Это проект нового закона. Коммерсант сегодня очень подробно расписывает четыре главы. Вчера они были обнародованы, первые четыре главы документа. По замыслу авторов законопроекта усилия милиции будут сосредоточены на защите жизни, здоровья, прав и свобод граждан, выявлении преступности и борьбе с ней. Также, конечно, о применении силы там сказано, о том, что должен будет вестись реестр, когда возбирают в СИЗО, например, и будет все там расписано, какие были приняты меры и так далее и тому подобное. Все это в Коммерсанте читайте подробно. Также российская газета сегодня этому уделяет немалое внимание. Сегодня также Коммерсант публикует статью по поводу дорожной проблемы в заселенных районах Москвы. В частности, руководитель Москомархитектуры Александр Кузьмин сказал, что в столице будет расширяться вот эта дорожная сеть за счет освоения подземных территорий. По его словам, это необходимо для удобства жителей столицы. Коммерсант приводит также в пример другие проекты немецких, например, экспертов, которые предлагали по крышам домов жилых проводить тоже дорожное полотно. Также сегодня ведомости, интересующую, я думаю, всех автомобилистов тему затрагивает это с 2011 года. Можно пройти техосмотр будет не в ГИБДД, а в частном техцентре и там же отремонтировать машину. Стоимость техосмотра будет устанавливать правительство. Ну и другие подробности этой темы, посвященные техосмотру, пожалуйста, в ведомостях читайте. Московский комсомолец сообщает нам, что опять-таки со следующего года, с 2011 года, предполагается повсеместно вводить электронные карты здоровья, в которых будут в червине вечно храниться даже рентгеновские снимки. Требования к МК разработала Минздравсосразвитие, и МК первым узнал, какими именно будут медкарты нового поколения. Пока, правда, неизвестно, в каком виде это все будет. То ли это будет пластиковая карта, то ли это будет флешка, или это будет какая-то электронная система, и ничего вообще не надо будет с собой носить, кроме документа, подтверждающего вашу личность. Непонятно, но все равно подробности московский комсомолец выяснил. И также сегодня выходит свежий номер журнала «Русский репортер», и тема, главная тема – это Африка. Что сильнее в Африке – тайная магия или колониальное золото? Что подарила Африка современной мировой культуре? И очень пронзительная, как сами пишут журналисты, и скандальная репортерская работа последнего времени. Автор, итальянский фотограф Марко Вернаски, представленный в «Русском репортере», о том, что растет количество ритуальных убийств детей. Причем эта традиция не какая-то старая, а это все появилось за последние пять лет, и все это связано с коррупцией в Уганде. В частности, идет речь, и все там повязано в связи с этим. Ну вот, читайте, если кого-то интересует эта тема. 10.30, новости на РСН. Вчера, что называется, пошел выносить мусор, пишет 53-й, попал впервые в «Джентльмен-клаб», где-то в районе Трубной. Восхитительно, под впечатлением. Вот, а я не знаю, но мне понравилась формулировка. Человек не собирался туда, как-то попал куда-то, в районе чего-то, как-то вот так вот. И хорошо. Хорошо, Жуковский перекрыт. Жуковский – это населенный пункт Московской области. Он перекрыт, пускают по прописке. Мы говорим уже, с самого утра идут туда бронеколонны, а также президентские кортежи, которые, возможно, принадлежат. Возможно уже, но я вряд ли думаю, что это так. То есть вы думаете, что Путин поехал туда около 9 утра? Это невозможно. То есть около 9 утра проехал похожий на президентский кортеж, и все ждут в Жуковском Путина. Я не верю, не верю. Если бы он уже прибыл в Жуковск, то я думаю, что... Об этом было бы сообщение, да. Да, было бы уже. Значит, я думаю, что это проверочный или тренировочный проезд. То есть прогнали, прогнали кортеж в Жуковский, так, прогнали просто. Ну, прогончик такой, холостой. Там никого не было. Вот, во всяком случае, проехал путинский или президент, или премьерский кортеж в Жуковский. Его там видели между 8 и 9. Но я не верю, что это Путин. Путин еще только поедет, я думаю. Это такой прогон, либо тренировочный, либо чего-нибудь. Либо камуфляжный. Знаете, было время, некоторое время назад, когда по 4 путинских кортежа, но это несколько лет назад, когда по 4 путинских кортежа ехали в Кремль. Я думаю, это была тренировка и одновременно камуфляж. Антитеррористический камуфляж. То есть непонятно, в каком кортеже действительно едет Путин. Ну, так вот. Значит, и Жуковский перекрыт пускают по прописке. Секундочку. Если протестантов перестали бить, значит, разлюбили, спрашивает 72-й, напомню, вчера, силы протеста в этой позиции, в которой триумфальщики, они ходили на триумфальную, им никто не препятствовал, они мило там ходили взад-вперед. Никто ими не интересовался особенно. Коммунисты вперед, Андреевич, держаться, пишет Максим, 32 года. Да. Ярославка в центр, мама не горюй, пишет Владимир. Так, 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 так. Вывозят тещу на отдых. Кто вывозит тещу на отдых? Нет. Вы думаете, бронеколонна идет, а то тещу везут на отдых? Нет. Ну нет, ну нет. Еще несколько вещей, которые я несколько не хотел обсуждать, но хотел вам обязательно доложить. Позвольте доложить. Значит, вы знаете, конечно, вчерашнего, что американские чиновники вдруг хватились, что они продали ICQ. ICQ они продали трем джентльменам. Господину Мильнеру, господину Фингеру и господину Усманову. Это трое русских бизнесменов. Купили ICQ для своей компании. DSP, которая называется. DSP. Ну вот. Тоже не по-русски. Это, значит, Digital Chuit. Ну так вот. Значит, дело в том, что они продали и не воспрепятствовали сделке. Все уже, все поезда ушли. И теперь американцы говорят, ай, ай, увы нам, увы нам, потому что русские могут перенести серверы в Россию. И тогда они будут контролировать переписку плохих мальчиков, которые в ICQ живут. В ICQ живут плохие мальчики. Всякая преступность там живет, как выясняется. Значит, преступники, плохие парни. Вот. Все известные нам плохие парни общаются через ICQ в Восточной Европе, утверждает сотрудник одной из американских силовых структур. Понимаете? И теперь, дескать, серверы поставят под присмотром там ФСБ. И как же вот узнать, кто плохие мальчики в ICQ? Ну вот. Это такая нежная подробность, о которой пишут сегодня ведомости. Да и вчера об этом говорили средства массовой информации. Я имею в виду мы говорили. Мы радио. Еще одна интересная вещь об оппозиции. Оппозиция, на самом деле, я бы в слове оппозиция вычинял корень и слово, даже целое слово и понятие позиция. Понимаете, да? Оппозиция. Оставили бы опп? Нет, я бы опп убрал. Я бы оставил, что это позиция. Поэтому это хорошо, когда есть оппозиция. Есть позиция, значит. И я бы сказал, что мне понравилась позиция деревенского схода. Сегодня в блогах висит довольно высоко. В деревне Клеонова, на основании статьи главы 5, статьи 5, 25, простите, закона 131 ФСБ, руководствуясь здравым смыслом и простым желанием предотвратить беспредел местных властей, а также сохранить самобытный образ русской деревни, мы будем свергать местную власть. Вот пишут гордые организаторы о деревенского схода. Там просто, что там, деревенскую больницу переоборудовали под общежитие. Хотели, в общем, это такая, я так понимаю, довольно старая история. Ну да. Действительно, была больница, и ее хотели под общежитие для трудовых мигрантов переоборудовать. И тут местный меценат, такой инициатор Михаил, он решил выделить там деньги, 4 миллиона, по-моему, рублей, на то, чтобы не делали этого, не делали общежитие из больницы и все прочее. И тут началось что-то выяснять, куда делись эти деньги, потому что не было ничего переоборудовано. Потому что оппозиция, это не те, кто шакалит у иностранных посольств. Оппозиция, вот она, пожалуйста. Вот люди, которые просто организуют свой быт, понимаете, они просто говорят, нет, потому что нет. Вот местная власть говорит, что вас нет, народ, вы пьяные ублюдки, говорит власть местная там, да. А жители говорят, нет, мы не пьяные ублюдки, мы люди, и мы будем защищаться. Вот, вот аплодисменты деревни Калеонова. Они там собираются снимать глав муниципальной власти. Потрясающие ребята, потрясающие ребята, отравленные ядом субъектности, они считают себя людьми, понимаете? То есть они отравлены ядом субъектности, они верят в то, что они люди. Это же классно. То есть вместо того, чтобы уйти в запой, они снимают местную власть. Обалденно. Вот, пожалуйста. Ну еще не сняли, но только сняли. Да, бог здоровья. Обязательно надо, они приглашают туда ОМОН. Вы смотрите, приглашаем представителей гаранта Конституции, федеральных властей, оппозиции, СМИ, ОМОНа, партизанских отрядов и прочих заинтересованных граждан. Все приглашаются в деревню Холеонова, включая оппозицию с одной П, почему-то они пишут, неважно. И все приглашаются на это свержение местной власти. Ура! 10.40, вернемся через минуту. Подъем. Я внимательнейшим образом перечитал это сообщение, которое пришло в 10.18 про иномарку, которая сбила автоинспектора на спецтрассе на западе Москвы. Ребят, я просто с ужасом читаю это. Потому что, правда, я просто по строчке, по словам прочитал все. Автомобиль «Ягуар» в среду вечером на западе Москвы сбил инспектора ГИБДД. Я... Дальше, слушайте. Он... Дальше. Около 23.15 МСК среды на 10-м километре Рублево-Успынского шоссе. Неработающий мужчина, управляя по доверенности автомобилем «Ягуар», наехал на находившуюся на проезжей части и производившего регулировочно-распорядительные действия инспектора ГИБДД. «Милиционер с ушибом стопы и голени правой ноги доставлен в больницу после оказанной помощи отправлен на амбулаторное лечение». Источник добавил, что служебную проверку по данному факту проводит заместитель начальника УГИБДД ГУВД по Москве господин Тамчак. Я в затруднении, ребят. Я, конечно, понимаю, это какой-нибудь подонок, не знаю, негодяй, который нападает на инспектора Ягуаром, попирает, значит, Министерство внутренних дел. Это с одной стороны, вот как это тут написано. А с другой стороны, невозможно ездить, чтобы мент не сунул тебе ногу под машину. Вот зачем они суют свою стопу, объясните мне? Зачем он совал свою стопу, этот мент, объясните мне, пожалуйста, а? Вот он ходит со стопой и думает, куда ее сунуть, придурок. Он ее в розетку пытается сунуть в свою стопу, потом во фрезеровочный станок, потом под Ягуар засунуть. Правда? Вот про него написали. Здорово, потом распечатать можно и на стену повесить. Сейчас все менты повадятся ходить по десятому километру Рублево-Успенского шоссе и совать свою стопу всюду, куда не надо. Ну вот зачем, а? Можно отрезать ее в рамках амбулаторного лечения, чтобы он больше не совал ее никуда, а? Ну что это за люди вообще? Невозможно проехать, они всюду пытаются пропихнуть свою стопу, черт бы их задрал. Ужас какой-то. Ну ладно, правда возмущает. Скажите этого, еще дайте мне, вот этого вот 10.29, которая новость пришла. Организатор игорного заведения в центре Москвы проведет год в колонии-поселении. Смотрите, как много зарабатывают эти люди. Я никогда не знал об этом. Смотрите, значит, он организовал игорное заведение. Ну значит, что это нелегально, да? Нормально, ну нормально, у нас все почти нелегально, так что все хорошо. Таганский суд Москвы приговорил к году пребывания в колонии-поселении предпринимателя Андрея Роженко по обвинению в организации игорного заведения незаконном получении прибыли от этого самого своего игорного заведения в размере, внимание, порядка 500 миллионов рублей. Нормально? Очень хорошо. Ну значит, это хороший бизнес. Ну хотя риск, извините. Ну что риск? Ну что же риск? Ну что же риск? Год в колонии-поселении. Ты, кстати, украл, напился в тюрьму? Вот в чем романтика русской жизни. Послушайте, он получил доход в размере 496 миллионов рублей. Внимание, с 17... Ребят, просто кто из нас молодые, кто нас слушает? Вы хотите стать космонавтом? Молодые, ребята. Кому вот сейчас там 17 лет, 18 лет, 19, 20 лет, вы, может быть, учитесь где-то, может быть, морщите лоб непрерывно, у вас складочка образуется между бровями даже, может быть, правда же? Нет, забудьте эту хрень, пожалуйста. Вот чем надо заниматься. С 17 июля по 1 сентября человек работал менее полутора месяцев. Пока кто-то ушел в отпуск, а этот человек работал полтора месяца за него, понимаете? В качестве организатора игорного бизнеса он работал, он получил 496 миллионов рублей. Это запредельно. Это, скажем, полмиллиона рублей, 500 миллионов рублей, полмиллиарда рублей разделить на 30. Наверняка хочется сразу. Получается 17, получается 1666,6 в периоде, понятно же? Так же 500 на 3, как делится? С 6 в периоде. Ну так вот, кивает, но не понимает. С 7 кивает, но не понимает. Нет, а мне сейчас интересно, вот ему год поселения, да, колонии поселения дали, а деньги-то эти у него останутся? Ну, а кто ж посмеет, это же честно заработано игорным бизнесом. Слушайте, серьезно, это большие, кто-нибудь из игорного бизнеса, позвоните нам, 788-107-0. Обнадежьте нас, пожалуйста, обнадежьте. Дерзающий юноша, пылкий, со взором горящим, бледный, то есть, простите, со взором горящим, значит, он, направляясь в этот бизнес. Это 500 миллионов рублей за полтора месяца человек срубил. Алло, здравствуйте, да, прошу вас. Сергей, добрый день, меня зовут Герман, ну, вы сами понимаете, что это бред полный, то есть, это либо наркоденьги какие-нибудь, либо еще какое-то отмытие непонятное. То есть, просто игрой такого не сделаешь никак? Конечно, это смешно просто. За полтора месяца тем более? Да, 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 за полтора месяца это нереально. А вы сами были внутри этого? Вы внутри были? Естественно, было. А, то есть, вы были в игорном бизнесе? Поясните, пожалуйста, мы с вами, как честные мошенники, организовав игорный бизнес, за полтора месяца срубили бы сколько? Ну, за полтора месяца, наверное, за миллион в тридцать вот так где-то можно было бы заработать. За полтора месяца? Место. Какое место и какой объем аппаратов, столов и так далее? Скажите, а вы сейчас не связаны с игорным бизнесом? Нет, уже давно нет. А скажите, правда, что в иностранных посольствах есть сейчас игровые автоматы? Ну, это вы знаете, надо сходить на посольство, наверное. Так, ну, давай, сливайте, ну, правда. Ну, вы же знаете. Ну, нет, я промолдил. А я знаю, а я знаю, и тоже промолчу. Ну, и что? Ну, и что, говорит? Есть несколько, по крайней мере, известных мне посольств в России, здесь, в Москве, где по записи, ну, только если тебя приведет человек, разрешено играть на территории как бы иностранного государства. Понимаете, да, о чем вы говорите? То есть ты, ну, если тебя... То есть это все законно получается? Ну, я не знаю, насколько это законно, кстати говоря. Потом спросим, ладно? Я знаю посольство, реально знаю посольство. Ну, да, да. Нет, только вы говорите, на территории, на территории другого государства. Чтобы не врать, два, я знаю посольства, два посольства, в которых есть и казино. Но только туда нельзя идти просто, а, там, типа, швейцар, что-нибудь сказать, мерзаяц. Ну, вот. А можно туда идти только, если тебя введут. То есть влекомой пагубную страстью и влекомой доверенным человеком ты можешь проникнуть в это посольство, соответственно, и играть в казино. Ха-ха, правда, это не шутка. Не шутка, я знаю людей, которые там играют. Да, ну, так что же. Еще, еще, еще. Если... Это кажется недостоверным. 500 миллионов рублей за полтора месяца, нет, недостоверно, говорит наш слушатель, который работает в огромном бизнесе. Он говорит 30 миллионов рублей за полтора месяца, нормально. Но 500 многовато. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Алло, здравствуйте. Добрый день, Светлану можно? Да, Светлану, да, да, сейчас мы позовем. Говори, Светочка, давай, Светочка. Я очень плохо вас слышу. Да, сейчас, Светочка. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте, Светлана? Да. Добрый день, ты Юля Выдрина. Очень приятно, да. Алло. Алло, да, я слушаю вас, да. Ну, по поводу Выдрины, страховки. Нет, не будем дурачить человека. Ну, не будем дурачить человека. Чуточку подурачили, и хорошо, и хватит. А? Чуть-чуть бывает, да. А, ну, чуть-чуть. Ну, вкусно. Другой раз, вкусно подурачить человека ближнего, понимаешь? Алло, здравствуйте, да, я прошу вас. Алло. Здравствуйте. Добрый день, Сергей, это Ольга. Светлану позвать? А, нет, в смысле, да. Нет, Светлана, не надо. Да, здравствуйте. Вы знаете, я что хотела сказать по поводу игрового бизнеса? У меня есть очень хороший знакомый, у которого работает штук 30 игровых клубов до сих пор. В Москве этим занимается прокуратура. Крошу это вы имеете в виду? Да, да, средняя ставочка миллион рублей в месяц. То есть вместо того, чтобы налоги платить, бюджет, мы платим милиции. Вот где коррупция. Не милиция в этот раз, а, не милиция, а прокуратуре вы говорите все-таки? Нет, я сказала прокуратуре, потому что, ну, да, неправильно. Те, кто работает в милиции, те закрываются. Сейчас у нас прокуратура крышует. Вы думаете так? Я это знаю. Ну, мы, видите, чтобы избежать судебных преследований, мы сейчас просим прокуратуру высказаться и ответить на это в высшей степени серьезное обвинение, согласись. Правда же? Пусть прокурорские придут и выступят, и опровергнут нас с вами. Договорились? Хорошо, послушаем. Спасибо, спасибо, а мы их послушаем, мы будем счастливы. Знаком с одним крупье из московского подпольного казино. Говорит народу куча, так что все возможно, все возможно, то есть возможно, 500 миллионов может быть, да. В Кузьминках есть огромный игровой зал. Зайдите и посчитайте, пишет нам Карен. Игровые автоматы есть у каждого метро, закамуфлированные под интернет клубы, например, у метро Щелковской. Да нет, я сейчас о доходах, я о доходах, 500 миллионов за полтора месяца срубил этот деятельный мужчина. Сколько его фамилия, кстати говоря, сейчас выяснится, что он еврей, я думаю, в результате. Вчера после Квачкова все воспаленные мозги. Роженко. Роженко, очевидная еврейская фамилия. Роженко, да, Роженко. Вот от них-то все идет, от этих Роженко, Даренко всякие, фу ты, просто противно, да. От них-то идет вся проказа, вот Матушка Россия, там Матушка Россия в кокошнике с косою выйдет. Тут Роженко на нее налетает, фу ты, Господи, помилуй, а? Ну надо же, невозможная история. 10.52, погнали дальше. Русская служба новостей. Москва. 107.0 ФМ. Подъем. Русская служба новостей. В движении. Поехали, просто все равно, да. Настя Аножко нам прислала очень смешную вещь. Настя нас слушает. Значит, на заседании правительства Московской области 20 октября, это какая-то старая вещь, но все равно вкусная, все равно вкусная. Она где-то в блогах нашла. На заседании правительства Московской области 20 октября одобрено постановление об утверждении правил предоставления молодым семьям-участницам под программой обеспечения жильем молодых семей, долгосрочной целевой программы Московской области из жилища, социальных выплат на приобретение жилищного помещения и так далее. Значит, а заголовок этой статьи «Целевая программа жидища». То есть вместо «Л» они «Д» поставили. Настя, Долгопрудный, Долгопрудный, Долгие пруды. Настя, повесьте в свой блог, я людям скажу, Настя, Настя, Нашка нас слушает. Настя, повесьте в свой блог, пожалуйста, а, вот эта целевая программа жидища. Вот, значит, это очень смешно, и Настя тогда на русновости.ру в свой блог повесит ссылку, договорились? В Кузьминках все в открытую, менты стоят рядом, курят и ржут. Ржут, жрут, жрут, ржут. А, ржут, когда, а, игровые автоматы имеется в виду. Поехали, 788-107-0, 788-107-0. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас, да, слушаю. Нет, 788-107-0, я пытаюсь снять, да, трубку. Алло, здравствуйте, прошу вас. Добрый день, Сергей. Здрасте. Алексей, город Москва. Да, Алексей, где вы? Я поиграл, поиграл. Не, не, по движению, где вы едете, где вы едете? Мы уже по движению только. А, по движению, извините. Да, пожалуйста, нет. 788-107-0, 788-107-0, в движение, 788-107-0, в движение. Где едете, что видите? Волгоградский проспект сегодня необычайен. Туда едет в Раменке, как будто бы Путин и бронетехника, и всякий большой праздник там задевается. Алло, здравствуйте, да. Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте, Александр, Москва. Да, где вы едете? Проехал от Сховского шоссе до Нового Гирея вообще мухой, без проблем. Да, все чистенько. На каждом перекрестке стоят гайцы. То есть ждут, наверное, проезды. Ждут августейшего проезда. Да, 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 да. Конечно, ждут августейшего проезда. Волнуются? Волнуются, переминаются, пережевывают брючки. Алло, здравствуйте, да. Прошу вас. Добрый день. Да, здравствуйте, да. По внешней стороне МКАДС еду в сторону Ярославки. В принципе, движение хорошее. Стоточку идем. Как вас зовут? Дмитрий. Дмитрий, хорошего дня вам, Дмитрий. Спасибо. Я только для этого, послушайте, для чего же еще. Я, мы оставляем вам, Светлану Матвееву, которая будет рассказывать пронзительные новости. Там испанцы проиграли швейцарцам. И на форумах такие вещи пишут. Сами испанцы пишут, что вот швейцарцы выше нас по уровням образования, по всему. То есть испанцы склонны к самобичеванию. Посмотрите, форумы у испанских газет. Испанцы страшно переживают. Не важно. Мы вам оставляем Свету Матвееву с новостями спорта. А мы пойдем проживем его этот четверг, 17 июня.